Национальные наблюдатели на президентских выборах должны аккредитоваться до 20 января. В ЦИК рассказали о том, как будет проходить кампания. На каждом этапе будут приниматься решения, связанные с регистрацией инициативных групп, выдвижением кандидатов в президенты, проведением агитации и голосованием. Документы для регистрации инициативных групп необходимо подать не позднее 1 ноября. В день выборов начнет работу информационный центр Центральной комиссии. Его задача – оперативно информировать избирателей и наблюдателей в ходе голосования. Досрочное голосование на выборах президента Беларуси начнется 21 января. Беларусов ждет четыре выходных дня подряд в начале ноября. 7 числа отмечается государственный праздник в день Октябрьской революции. В связи с этим рабочий день с пятницы 8 ноября перенесут на субботу следующей недели 16 ноября. Это предусмотрено постановлением Совмина. Таким образом, небольшие осенние каникулы продлятся с 7 числа по 10. В Бобруйский пожарный извещатель спас пенсионеров сотрудникам МЧС накануне вечером поступил сигнал о возгорании по улице Береговой. Супруги, находясь в комнате, услышали звук АПИ, заглянули на кухню и увидели, что помещение заполнено дымом, огонь разгорается. Покинув дом, хозяева позвали на помощь соседей, которые вызвали спасателей. После пожара повреждены стены, потолок и имущество на кухне. Причина случившегося выясняется. Победа в овертайме. Динамошинник выиграл у капитана из Супина со счетом 3-2. Сейчас подопечные Андрея Михалева занимают лидерскую позицию в турнирной таблице серебряного дивизиона с 26 очками. Вторая встреча со ступинской командой пройдет сегодня на Бобруйской рейне начала матча в 19.00.